На портал «Газагет» поступил вопрос. Жена очень тяжело переживает гибель сына, недумевает, за что нам такое испытание, чем ее утешить? Вечной жизнью. Сын, конечно, погиб, но только в этом мире. Он вечностью не погиб, он существует. И поэтому за сына надо молиться, чтобы ему было там хорошо. Потому что грехи есть у всех, даже у самых хороших людей. Все люди, непрославленные церковью, нижего святых, нуждаются в молитве, какими хорошими не были. Поэтому за сына надо молиться. И как раз молитва за своего усопшего, с каким-то таким даже внутренним напряжением, которое бывает как раз, когда человек очень сильно переживает, она может раскрыть многие такие горизонты, которые, может, человек до этого даже не замечал. Вот иначе, например, человек начинает по-настоящему верить в жизнь вечную. А это очень для нас необходимая вещь. Страшно, когда человек живет и не верит в жизнь вечную. Нет, может, даже как-то его абстрактно признает, что да, может быть, там что-то такое есть. Но надо не просто признавать, а надо ею жить, надо к ней сознательно стремиться. Вот когда ты веришь в жизнь вечную, у тебя совсем по-другому складывается твоя эта жизнь. То, что ты начинаешь понимать, что тебе нужно, что жизнь главное, а что вообще нравится, ерунда, и на это не надо обращать внимания. А иначе вот ты не понимаешь, где главное, где не главное, где добро, где зло. Ты, не веря в вечную жизнь, ты можешь потерять эту жизнь, прожив его во многом напрасно. Вот пример как раз, когда люди теряют близких, даже, может, пожилых родителей, которым там, может, уже и 90 лет, особенно, когда это жена-муж, дети тем более. Как они начинают переживать часто, что, а вот как я к своему мужу, жене, сыну, дочери, родителям относился, относился, когда вот они были со мной, как я был к ним невнимательен, какие ошибки совершил. То есть, через смерть наших близких мы начинаем по-другому относиться к ним. Пусть кажется для нас запоздало, но тем не менее, наша душа сожалеет, что мы их не любили, что мы к ним недостаточно относились по-доброму. Иначе говоря, вот то главное, что должно быть в наших отношениях, мы это упустили. Вот если помнили бы мы лучше, что вот будет жизнь вечная, будет ответ на страж в суде, будет переход из этого мира в другой мир, и будет испытание наше, вот как мы здесь жили, когда бы мы бы, может быть, уже меньше бы запоздало жалели обо наших отношениях с нашими ушедшими. Вот поэтому вера в жизнь вечную, которая, кстати, присутствует не только в христианстве, а практически в большинстве религиях, языческих, египтян, древних греков, римлян, кого угодно, индейцев, Северной Америки, индусов, в чём степени это всё присутствует. Вот эта вещь, повторяю, для нас крайне необходимая для, повторяю, нормальной, хорошей жизни. А человеку, который вот уже действительно расстался с близкими своими, надо сказать, а что, если есть жизнь вечная, то ничего не потеряно. Ну, первое, что можно сказать, такой жене, что ты с ним встретишься. Ты с ним встретишься. Вы расстались на время. А второе, а надо, чтобы встретиться, надо для этого ещё поработать над собой и для него. То есть, это время не истерики, не запоздало с таких сожалений, а это время, раз ежезвечно, значит, нет смерти, то есть, ничего не потеряно, так сказать, окончательно. Время исправлять какие-то свои ошибки, исправлять себя, ну и помогать человеку тоже как-то исправиться, потому что молитва за усопших, она помогает, усопшим очень в этом помогает. Вот они сами справиться уже не могут, а вот мы их молитвой можем помочь им, что-то в них такое, что-то доброе им дать. Это время сына любить, активно любить, ещё, может, даже более активно, чем тогда, когда он ещё был с вами, и это даже более ответственно, потому что, ну, пока жизнь идёт, всегда думаешь, ну, вот там ещё какое-то время, там будет время, мы там что-то исправим. Хотя, к сожалению, уже и времени для исправления остаётся в рамках этой жизни. А вот здесь как раз время – это для исправления, как я сказал, вот этих ошибок. Время для любви к сыну. Поэтому ничего не потеряно, всё впереди. Но только надо не заходить в такой безрадостный круг полных сожалений, а верить в Бога, верить в вечную жизнь и верить в спасение человеческих душ. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok